Всем привет, дамы, господа, их дети, их родители. Вы знаете, я подумал о чем, что давненько мы не мариновали рыбу. То есть я у себя на канале вообще не мариновал рыбу. Давайте так, сегодня я покажу вам два простейших рецепта. Я уверен, что они, знаете как, зайдут очень аккуратно и точно в цель. И обязательно понравятся вам. Тут у меня две филейки, обычная озерная форель, ну карельская должно быть, которой вообще полным-полно везде в регионах я вот езжу-вижу. Если она не карельская, то в озерах практически везде выращивают. Это вот аквакультура так называемая. Выращенная форель, простенькая, недорогая, но соответственно очень вкусная. Итак, у меня есть две банки, тут баночка и тут баночка. И первый маринад будет, первый маринад, быстрый. Маринад быстрый, два с половиной, три часа и он готов. Одно филе форели у меня уже здесь лежит, я его освободил от костей полностью. Но оно у меня на коже, единственное, когда я покупал, попросил, чтобы мне почистили чешую. Я для этого куска подготовил рассол. Значит, что у меня в рассоле? Два лавровых листа, большая щепотка черного перца горошком. И соответственно на 500 миллилитров воды я взял 50 граммов соли. Вру, неверно. И на 500 миллилитров воды я взял 35 граммов соли и 20 граммов сахара. Закипятил, растворил и вот этим рассолом я заливаю форель. Посмотрите, филе тонкое. Видите, здесь чешуи нет. Филе довольно тонкое. Я его режу произвольно. Произвольно нарезайте, как удобно его будет красиво выкладывать на стол. Давайте небольшими кусочками, так поперек будем резать. Я это все складываю в чашку. Вот такие вот куски, видите, тоненькие. Ну, что тут ее солить? Кончики никакие не выбрасываем. Все складываем сюда. Заливаю рассолом половинку форели. Рассол должен быть остывший, как вы уже поняли. И соответственно в таком рассоле я оставляю форель на час. Он получается примерно там около 7% где-то соли. И если у вас куски будут потолще, если вы будете семгу готовить, например, таким образом, солить. Если вы будете солить какие-то толстые виды рыб, я не знаю, там зубатку вы захотите так приготовить. Или еще какую-либо другую рыбу, которая вам понравится. Палтус можно так делать. Это, конечно, дорогие виды рыб. Ну и в принципе и скумбрию, и селедку очень хорошо получается вот таким способом. Чем толще рыба, тем дольше оставляйте. Ну, например, для тонкой рыбы у нас час. Вот он в рассоле находится. Если это семга, толстые куски, то тогда надо 2 часа продержать. Все, оставляем на час. Пока перехожу к другому способу. Укроп и лук у нас для первого способа я пока вот так вот откладываю. Значит, что я делаю со второй стороной нашего прекрасного филе. Я буду делать вот так. Значит, кости я тут все повытаскивал. Рыбка, конечно, ну вот выращенная рыбка, она такая, немножко рыхлая. Это не замороженная рыба, это именно такая вот она сам по себе. Я предпочитаю, значит, второй вариант сделать немножко с измененной формой нашей рыбы. Так, вот так побольше кусочки отрезаем, такие вот побольше. Здесь тоже плавнички вот эти вот специально не срезают для того, чтобы здесь жирок это все вкусно обсасывать. Беру еще одну досочку на всякий случай, потому что мне здесь понадобится половинка лимона, даже может быть чуть меньше. Здесь главное с лимоном не переборщить. Нарезаю лимон тонкими пластиночками. Луковицу цельную. Цельную луковицу нарезаю колечками. Если вдруг у вас нет форели, но вы решили все-таки что-нибудь вкусное замариновать, то, пожалуйста, кита, горбуша, чавыча, нерка подходит, подходит. Вообще, конечно, я готовил этот маринад для сельди. Друзья, для селедочки, думаю, сейчас как я бахну селедочку вкусную. И заодно завтра мне в путь дорожку, я с собой ее и возьму. Но оказалось не так просто. На рынках Москвы, на... Значит, сегодня при закупке мне говорят, и на том, и на другом говорят, слушай, ну, на одном из рынков говорят, мы вообще давно не привозим, почти целый год никто ее не берет. Свежезамороженную сельдь. А на втором рынке мне сказали, ты второй за год, кто спрашивает ее. Я думаю, вот тебе раз. Короче, лучок складываем туда. Значит, добавляем лаврушки. Надо не стесняться. Не стесняться нам нужно. Потом мы, значит, должны сюда добавить лимончик. Несколько долек-шмолек. Что касательно соли и сахара. Вот смотрите, на половинку рыбы вот этой вот, тут, наверное, достаточно будет одной столовой ложки с горкой соли. И одной столовой с горкой ложки сахара. Я специально нашел такие баночки. У меня ложка довольно глубокая. Вот сюда я вот такую вот большую с горкой ложку сахара. Горку досыпал отдельно. И вот сюда я большую с горкой ложку соли сыплю. Значит, на целую рыбешку нужно две, да, столовые ложки соли. И сахара я бы не увеличивал. Но, знаете, я не люблю сильно сладкое. Рекомендуют, многие рекомендуют. И шеф-повара, и книги, и что сахара нужно много. Я посмотрел ГОСТы. Сахар очень мало сыпят. Примерно где-то 2% от общего объема рыбы. Но мы же люди простые. Мы любим, что послаще, повкуснее. Я буквально чуть-чуть на дно, чтобы, знаете, там сок уже у нас от лука образовывался. Вот. Теперь нужно выложить рыбу. Вот таким образом. Соль, сахар, и, чуть не забыл, нужна морковочка мне. Вот она здесь. Обязательно перец горошком. Тут вообще перца горошком произвольно. Душистого перца произвольно. Вот пару горошин бросите, сколько захотите, столько и добавьте. Но сильно много не кладите, будет очень пряно и ароматно. Значит, морковку. Морковку надо пошинковать соломкой. Вы знаете, вот удивительным образом, я раньше скептически относился к морковке в маринадах. Думал, ну какой фиг морковка вообще в маринаде нужна. Вы знаете, она дает что-то такое. Она дает какую-то сладость, мягкость, какой-то дополнительный аромат этому всему. И, он, знаете, такой становится какой-то домашний. Вот я бы назвал, морковка делает маринад домашним, вкусным, таким теплым. Значит, морковочку сюда раз. Теперь лук, еще несколько колечек, лимон. Дольки режьте потоньше, ой, потоньше, потолще. Потому что, ну почему, дофига знает почему. Просто потоньше режьте и все. Перец горошком. Перец душистый. Сюда лук. Морковь. Лук можно резать колечками, кубиками, как хотите. Он будет такой, довольно съедобный, вкусный. Соль. Сахар. И лимончик. Остатки рыбы. Вот баночка у меня как раз под завязку. Теперь сюда лук, остатки морковки. Под крышечку как раз она у меня вся войдет. Лимончик. Так, вот тут у меня обломки. Обгрызкой лаврового листа. Несколько шариков ямайского перца. Его называют еще английский. Душистый. Значит, что у нас здесь? Остатки сахара. По объему не входит просто. И вообще, вау. Вроде крупную банку купил специально. Солю для того, чтобы взять с собой. Но и вообще так можно солить. Нет банок, возьмите обычную. Если нет вот такой с крышечкой. Если нету вообще никаких банок, в тальтики посолите. Или в пакет сложите. Перемешайте его, так будет лучше. Ух ты. Точнику. В общем, смотрите. Здесь немножко эта вся штука усядется. Да? И рыба будет готова через 24 часа. Если рыба очень жирная, рекомендуется, типа, двое суток, там, 48 часов, да? Кто любит, чтобы она была покрепче просолена, оставьте на двое суток. Если же вы, если же вы решили, что суток мало, такие люди тоже бывают, значит увеличите время. Но я говорю, чем дольше вы ее будете хранить в таком виде, тем она будет сильнее просаливаться. Я же, вот этот маринад, привык использовать ровно через сутки. Вот. Пробуйте. Второй маринад у нас готов. Возвращаемся к первому. Значит, рыбка у нас простояла час. Для этого маринада мне понадобится укроп. Обязательно со стеблями. Сейчас зимний вариант. Стебли очень толстые, очень мягкие, мясистые, ароматные. У меня есть остатки лука от первой луковицы. Дорежу немного еще. Здесь лука меньше, а укропа больше должно быть. Теперь уже посоленную форель, форельчик, форельчик, складываю в банку. Во время рассольного просола рыба набирает в себя немного влагу. Становится такой, знаете, влажной, сочной. Сюда лучок, укропчик и лаврушечку из рассола. И слоями рыбку раскладываем. Кто любит, может добавить молотого черного перца. Кто любит, может добавить мускатный орех, молотый кориандр. В общем, все, что душе угодно. Но я вам показываю, как сделаю я и как бы сделал я, если бы мне не давали никакого мускатного ореха. Лучок, укроп. То есть рыба уже неплохо просолилась. Значит, если вдруг вы сомневаетесь, то нужно взять рыбешку и просто со стороны животика попробовать. Животик, она может быть чуть больше, более соленая. Значит, в спинке она чуть менее соленая. Класс, меня все устраивает. Теперь остатки рыбы кладу сверху. Остатки лука. И остатки укропа. А теперь кульминационный момент. Берем чайную ложку и яблочный уксус. Можно использовать обычный столовый уксус. У меня такого не было, я поэтому яблочный. Смотрите, одну чайную ложку и вторую чайную ложку почти с горкой. Тут сила поверхностного натяжения. Видите, она такая. По физике изучали. Две чайные ложки яблочного уксуса или обычного столового 7% или рисовый китайский уксус, но не тот, который для суши, который с сахаром. Хотя и его тоже можно. Его тогда побольше. Его надо столовую ложку, может быть, даже полторы. В общем, уксус, который есть, только не бальзамический, иначе он выкрасит. Это может быть уксус, настоянный на чили перцы, уксус, настоянный на травах. В зависимости от того, что у вас есть на кухне, с чем вы экспериментируете. Теперь нужно прикрыть и немножко штрихнуть. Для того, чтобы все у нас ингредиенты тут обновились, объединились, и чтобы уксус как бы там распределился внутри. Класс! Заключительный штрих. Растительное масло обычное-приобычное. Берем и заливаем все маслом. Прям не стесняйтесь. Нужно так постараться сделать, чтобы воздух оттуда вышел. Воздушные пузырьки наклоняйте вправо-влево. Воздушные пузырьки выходят. Масло заполняет. У нас все должно быть в масле. С горкой масло лить не надо. Просто залейте всю форельку маслом. Закрываем. Можно еще раз встряхнуть, для того, чтобы вышли лишние пузырьки воздуха. Масло откуда-то подтекает. Крышка, видимо, неплотно сидит. В общем, нужно все протереть салфеточкой, чтобы ничего у нас здесь не было жирно. И таким образом мы имеем два маринада. Вот этот маринад, который у нас с уксусом и маслом, его после того, как залили уксусом и маслом, нужно, чтобы он постоял два часа, и он готов. Этот рецепт для тех, кто, например, узнал неожиданно, что там через 3-4 часа придут гости. Любую рыбу. Селедка, палтус, кита, форель, семга, чавыча, кижуч, нерка, голец. Что у нас еще солят? Ну, что-то еще солят. В общем, вся рыба для соления и маринования. Вот таким способом готова за 3-4 часа. С укропом, с луком вы можете здесь варьировать. Хотите, добавьте красного базилика. Кто-то любит кинзу, добавьте кинзу. Кто-то любит какую-то петрушку, например, да? Или добавить еще сюда чесночка можно. Пожалуйста, пожалуйста, добавляйте. Любите, вообще не хотите, чтобы уксуса? Значит, лимонный сок туда выдавите. Если нет лимонного сока, добавьте туда брусники. Тоже кислота, да? Но бруснику надо будет подавить. Она у вас еще лосось выкрасит. Или там, значит, ну, к белым рыбам не очень хорошо. А вот к красным как раз получается то, что нужно. В общем, варьируйте. Я вам показал базовый рецепт. Дальше вам самим уже решать, как жить и как себя кормить. Вот этот же рецепт с сахаром, с лимоном, с большим количеством лука, без зелени, с лавровым листом и разными видами перца. И морковкой его сутки, если кусочки тонкие, если толстые кусочки, то можно дотянуть до двух суток. Можете периодически, знаете, что делать? Можете его встряхивать чуть-чуть. Для того, чтобы сок и тузлук, который выделяется, он еще и переходил наверх. Хотя здесь, я говорю, выделится столько жидкости, что она будет практически вся в рассоле, в тузлуке. Надо пробовать? Я, ну, как бы не уверен в этом. Ну, как ты скажешь, в этот раз пробовать не буду. Боюсь вас... Боюсь отравлюсь. Друзья, пользуйтесь. Отдаю бесплатно с радостью от всего сердца. Маринады классные. Пробовать я не хочу в этот раз, потому что тот маринад, который долгий, но он будет готов через сутки. А тот, который маринад быстрый, к нему бы хорошо, конечно, картошечки. И потом вот этим вот маслицем от рыбки ее сбрызнуть и рыбку к ней положить. А так, что ее пробовать из банки? Да если бы, может, под рюмочку. Так, а я что-то перестал любить алкоголь. В общем, простите великодушно, в этот раз пробовать не буду. Ну, и опять же, разнообразие. Ладно, всем пока в следующих роликах. Много всего интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дорогие господа и дамы.